Это «Вызовы времени» в студии Николай Силков. Здравствуйте! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Синеокая расширяет свое присутствие в странах Дальней Дуги. И это достойный ответ нашим недругам, которые рассчитывали с помощью санкций задушить белорусскую экономику. Время доказало – не все дороги ведут на Запад. Подтверждение тому – визит президентов в стратегически важные для нас регионы, Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве. Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Вы должны помнить, нас разделяют немалые расстояния, но мы готовы всегда помогать вам. Африка усиливает свое планетарное влияние, и Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе надолго. Именно так Александр Лукашенко обрисовал перспективы континента – табак, хлопок, чай, сахарный тростник. На этом можно заработать не меньше, чем на золоте и алмазах, которые тоже там добывают. В течение ближайших полутора лет мы импортируем в Зимбабве агромашины на сумму свыше 66 миллионов долларов. Уже поставлено более 1800 тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов. В прошлом году африканское государство впервые за полвека полностью обеспечило себя зерном, в том числе благодаря технике «Беларусь». Подписаны также десятки соглашений о совместной работе в области энергетики, добывающей сфере и образовании. Наша республика налаживает отношения дружбы, взаимной поддержки и открыто к диалогу на равных. А это выгодно отличает официальный Минск от стран коллективного Запада, которые годами эксплуатировали Черный континент. Визит Зимбабве – это, конечно, такой первый камень в фундаменте наших отношений с этим регионом. Третий день визита. Президент Зимбабве рассказал нашему главе государства, что вот уже накануне, буквально завершив основной переговорный день, второй состоявшийся, ему позвонила с десяток глав государств, лидеров стран Южной Африки. Они, понятно, все очень тесно контактируют друг с другом. У всех у них был один вопрос – как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит? Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна так же тесно сотрудничали с ними тоже. Нам есть что предложить. Есть и то, в чем заинтересованы мы на юге Африки. И как конкретный пример, вот общаясь с журналистами на пресс-конференции, наш президент говорил про Мозамбик. Это та страна, куда мы уже вот идем и выходим, в том числе через Зимбабве. Это то, что уже, скажем так, в процессе. Вот, там тоже вопросы продовольственной безопасности очень важные, мы можем там поучаствовать. Это уже достаточно конкретный разговор. Но наша перспектива – это сотрудничество со всем югом Африки в целом. Что касается ОАЭ, это главный партнер Белоруссии в регионе Персидского залива. Значимый инвестор в нашу экономику. За пять лет товароборот вырос более чем в три раза. Уверенно растут объемы торговли услугами в числе приоритетных направлений – продовольствия, зеленой технологии и IT-сфера. Один из самых масштабных двусторонних проектов – «Северный берег». Инвестиции – 5 миллиардов долларов. Это будет многофункциональный развлекательный комплекс в Минске по принципу «умный город в городе». На его территорию построят университет. Создадут мощную образовательную платформу по искусственному интеллекту, где будут готовить соответствующие кадры. Такого проекта вы не увидите ни в Беларуси, ни даже в Европе. И обещаю, что все мои знания и опыт, которые я накопил за 30 лет, они будут вложены в этот проект. Я уверен, что качество этого проекта и его клиента-ориентированность будут самыми лучшими по уровню не только в Беларуси, но и в Европе. На фоне введения западных санкций союзное государство активизировало интеграционные процессы. Россия – наш основной экономический и торговый партнер, крупнейший рынок для отечественных товаров. В условиях фактической блокады белорусского экспорта Федерация также обеспечивает перевалку широкого спектра грузов на рынке третьих стран. Кроме того, в рамках 28 союзных программ идет унификация экономического законодательства и их денежно-кредитной политики, интеграция платежных систем. Ранее Россия выделила Беларуси кредит в размере 105 миллиардов рублей на реализацию 12 программ импортозамещения. В настоящее время особенно важно, чтобы все ветви власти органов госуправления работали в тесной увязке. Только сообща можно обеспечить мобилизацию ресурсов на важнейших направлениях устойчивого развития экономики. Притом прошу не расслабляться. Россию пичкают дополнительными санкциями, и чтобы через нас не было пути обхода, и нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать. Ключевую роль здесь должны сыграть банки и Национальный банк как регулятор всей банковской системы. Санкционная агрессия, организованная коллективным Западом в отношении России и Беларуси, не достигла своей цели. Объем товарами и услугами за прошлый год приблизился к 50 миллиардам долларов. Рост на 10% по сравнению с 2021. Прогноз на 2023 подрасти еще. Акцент союзное государство делает на создание единых рынков в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. Бюджет направит на совместную науку в интересах национальных экономик. Все проекты в бизнес-плане определяют Россию как одного из основных покупателей того, что будут производить. Благодаря России мы сегодня являемся космической державой. Но непримимые тогда решения о развитии космических технологий мы бы не были технологически так развиты. Атомная станция – это высочайшие технологии. Со старшим братом мы создали эти высокие технологии в Беларуси, построив атомную станцию. И нас, россияне, старшие братья, научили строить такие атомные станции. Дальше – БНБК. Знаете, самые передовые биотехнологические процессы. Четыре завода в мире мы создали. Мы будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют. Западные компании вынуждены громко уходить как из России, так и Беларуси. IKEA, H&M, Booking.com, American Express, Intel и Bolt. Другие как бы полууходят. Например, Макдональдс, хоть и уступил место новому проекту «Вкусная точка», все равно оставил за собой право обратного выкупа в течение 15 лет. К тому же немалая часть поставщиков продуктов питания и полуфабрикатов – организации, где конечные владельцы – зарубежные корпорации. И здесь Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул – жизнь после санкции возможна, и мы можем сами осваивать те или иные отрасли. Некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, может и старшего, стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Но только место Макдональдс, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо. И даже лучше. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. И как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран. Беларусь пришла на рынок Китая. И не просто пришла, а успешно конкурирует с Новой Зеландией, признанным лидером в молочном мире. А ведь нам действительно есть что предложить. Производим более 1800 наименований продукции. Наши сыры ничем не уступают по вкусовым характеристикам и качеству, известным мировым брендам. Синюокую узнают не только по знаменитым тракторам МТЗ и автомобилю БелАЗ, но и по таким маркам, как Савушкин продукт или Бабушкина крынка. Как ни крути, санкции заставили нас двигаться быстрее. Сейчас, кстати, Евросоюз готовит очередной десятый пакет. Только вот результат развития экономики и заработанной на экспорте подтверждают. Вместе можно преодолеть многое. Собаки лают, караван идет. Субтитры создавал DimaTorzok